Перед нами крест. Вчера его на всеночном двене вынесли, и он выносится в середине этого поста как символ утешения постящимся, возложившего на себя подвига поста, возражания, скорбей добровольных. Но почему? Глядя на него, мы, в общем-то, вспоминаем тот самый исторический момент, когда он там висел, две тысячи лет назад. Вспоминаем его страдания и вспоминаем, что происходило вообще с учениками, с будущими апостолами, с людьми, которые следовали за крестом. Но ведь страшное явление, тот самый божественный учитель, на которого они так надеялись, от которого они столько благ видели, который помогал всем. Его божественные уста учили таким высоким премудрости, о которых подчас даже и не знало тогда еще человечество. Его слова были словами силы, мудрости, божественной. Его дела были поистине дела Бога. И они за ним шли. Они видели в нем Бога. И вдруг эта страшная ночь, когда его берут по страху, когда его оболгали, оклеветали, и понятно, что ради зависти, и понятно, что ради каких-то земных причин, но не по правде осудили, причем как. Они видят его идущее с крестом, немогущего уже от побоев, страшно нести этот крест. Они видят его издалека, как он истекает кровь, как он пригвождается к кресту и как распинаемый умирает. Все погребен. Все, что дальше. Тот, на кого они так надеялись. У них вся жизнь была связана именно с ним. Они оставили ведь все. Многие земли свои оставили, свои занятия оставили и пошли с ним. А теперь что? Они ждут, когда они тоже начнут мучить, пытать, убивать. Вот это безотход, безысходность, безнадежность, состояние ужасное, труднейшее. Потом нашлось другое слово искушение, которое поселяется в сердце человека маловерного или не совсем еще до конца доверяющим Богу. Они потом вспомнят его слова о том, что надлежит мне пострадать и три дня быть во гробе, как Иона в очреве туда и воскрес они потом вспомнят эти слова. Но пока он висел на кресте, пока он был во гробе, это же было страшные дни, мучительные часы. Что произошло потом на знание? Воскресенье, радость. Эти люди совсем стали другими. Они вот из этих трусливых, боязливых стали проповедниками Слово Божие, которые ничто не могло остановить, их никто не мог остановить. Ни пытки, ни позор, ни уничижения, они уже знали, что он воскресен. У нас в жизни происходит очень много искушений. Тех, которые обвергают нас в печаль, в некое состояние подавленности. Очень часто люди говорят, что бывают в плохом настроении. Из-за чего? Несколько десятков лет назад в нашей стране царил атеизм. Что происходило когда с цеплями? Вот в нашем районе или вообще в всей стране. Осталось так мало этих храмов. Нельзя было открыто исповедовать свою веру, чтобы не быть презираемым людьми. В храм ходить молодым людям вообще было очень страшно. Вечаться или исповедоваться, или еще какие-то додортаевства с своими людьми. В хрещении, например, очень многие делали тайно, лишь бы не сняли с очереди на квартиру. Гонить не страшно. Из храма что только не делали. В зернохранилище, склады, баня. Творился хаос, Мерзость запустения. Можно сказать, это было состояние смерти. В некотором отношении да, но смерть не твоя жалость. Вот это будет, это есть. Откуда взялось это воскрешение Сына? Откуда ведь взялось что-то произошло и не усилили верующих людей. не то, что они вышли так с демонстрацией какой-то написали много писем, петиции. Нет. Бог сотворил это чудо. В нашей жизни очень часто так бывает. Вот казалось бы, терпеть уже дальше нет. Уже тяжело. Уже все. Как-то к одному священник пришла женщина говорит все плохо, везде плохо терпеть больше не могу. Вот там такое случилось, что вот все, край, край. Он говорит, ты знаешь, потерпи еще недельки две. Через две недели приходит, все еще хуже стало, все ужасно, плохо. Вот давай еще недель. потом приходит счастливый, радостный, все разрешилось. Очень часто нам именно это не хватает. Не просто терпение, а еще и оказывается эти дни, когда тяжело, сложно, и их надо тоже возлюбить. В них надо порадоваться, что они существуют. как некая печь, которая опаляет и выливает очень замечательную сталь. Хорошее производство происходит, удаляя грязь. Мы добровольно взяли на себя подвиг лишения. подвиг лишения, ну пускай кто-то мясо, кто-то сладкого, кто-то телевизор, кто-то компьютер, кто-то чего, добровольный. Не потому, что вот наступит время и все, и дальше разгуляйся, разгуляйся, расприимись, и дальше тяжкий и страшный для того, чтобы освободить себя от зависимости, ненужной зависимости, тяжелой зависимости, от второстей, от порог, и чтобы воскресшим с Богом сраспинаемся и спогребаемся, как говорит Дамаскин, и Андамаскин, если погребаемся, если сраспинаемся и если умираем с Ним, то с Ним же и оживеем. Вот глядя на этот крест, мы, наверное, и свои проблемы должны так все распят спогрести, потому что далее, если с Ним будем это производить, с Ним и воскреснем помяк. глядя на снах, Продолжение следует...